В Nissan определились с датой официальной презентации серийной версии самого доступного в своей глобальной линейке кроссоверов, Magnite. Продажи автомобиля стартуют в 2021 году. Новый ультрабюджетный субкомпакт от Nissan вряд ли будет сильно отличаться от прототипа, дебютировавшего 16 июля в рамках онлайн-презентации, что подтверждают шпионские фотографии автомобиля, запечатленного накануне в ходе финальных тестовых испытаний. Передняя часть кузова нового Magnite сильно напоминает по дизайну автомобилей марки Datsun. И это неудивительно, поскольку изначально кроссовер должен был выйти именно под этим брендом. Однако в рамках глобальной программы сокращения расходов бюджетный суббренд вскоре будет ликвидирован. Производство автомобилей Datsun уже свернуто в Индонезии, официально объявлено о скором уходе из России, а впоследствии будет прекращена работа бренда и на единственном оставшемся рынке Индии. Новый Nissan Magnite спроектирован на той же платформе, что и его собрат Renault Triber, что подразумевает под их капотом одинаковые двигатели. Ожидается, что базовым для самого доступного кроссовера Nissan станет трехцилиндровый атмосферник на 72 лошадиные силы, работающий как в паре с механической коробкой передач, так и с роботом. В качестве альтернативы можно будет выбрать его турбо-версию на 95 сил, для которой припасены та же механика, а вместо робота вариатор. Предполагаемая цена на Nissan Magnite в Индии — 525 тысяч рупий, что в России составит, 550 тысяч рублей. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на канал, и поставить лайк.